Спасительный канал из Черного моря в Куяльник запустили 6 лет назад. Он поддерживал его засушливое состояние, словно донор. Мы прибыли в район объездной дороги, чтобы понаблюдать за уровнем воды в лимане, но наше внимание привлек вот этот ручеек. Это чья-то канализация, незаконно врезанная канал, говорят эксперты. Продолжается подача в зимнее время воды из Одесского залива. Но вот сегодня мы находимся около этого сооружения, которое сразу показывает о том, что уже в эту трубу, которая идет из Одесского залива, уже кто-то врезался. И ливневые канализационные стоки идут прямым ходом в Куяльницкий лиман. И ни одной, скажем так, службы, которая должна заниматься этими вопросами, дела нет. Хотя сам канал спасения предназначен совсем для другого. По трубе морская вода в холодное время года попадает в лиман и замедляет его высыхание. Но для полноценного решения экологической проблемы этой меры явно недостаточно. Вот так сегодня выглядит курорт государственного значения. Ежегодно воду Куяльника осушается все дальше и дальше. Если ничего не предпринять, эксперты-экологи опасаются, что через несколько лет здесь останется лишь одно соляное поле. Судя по этому графику, прогнозы неутешительны. Уровень воды в лимане снижается, а средняя глубина уже не метр, как считалось еще 10 лет назад, а всего 30-40 сантиметров. В последние два года состояние лимана ухудшилось в несколько раз. Одесситы активно делятся кадрами обмелевшего лимана. Картину, которую мы наблюдаем, такой картины, честно вам скажу, что не видел даже в последние 4 года, не видел даже в октябре месяце, когда минимальный уровень Куяльницкого лимана наблюдается. И естественно, что соленость, соленость Куяльницкого лимана, рапы Куяльницкого лимана сейчас находятся в запредельных значениях. К сожалению, уже два года выполнение мероприятий, связанных с мониторингом состояния Куяльницкого лимана, не финансируется. Уже не первый год на государственном уровне обсуждались варианты спасения жемчужины Украины, но до сих пор так и не удалось реализовать программу по спасению здравницы. Надо завершить проект создания объекта природозаповедного фонда. Это крайне необходимо, поскольку статус курорта никак не защищает. И однозначно для увеличения привлекательности, в том числе инвестиционной и коротологической, необходимо предусмотреть очищение побережья Куяльника от смытозвалыщ и организацию для местных громад контроля за смытозвалыщами, чтобы был налажен механизм сбора и хранения отходов. Но не только бюрократия губит лиман. Простые люди тоже приближают его гибель. Регулярные пожары и горы мусора – привычный пейзаж на берегах Куяльника. Вот, например, здесь недавно появилось очередное выжженное поле. Валерия Абабина, Константин Нищерет, Телеканал Репортер.